Дорожное покрытие Дорожное покрытие Дорожное покрытие Завершается ремонт фонтана в сквере 30-летия Победы на улице Молдогвардейской. Работы завершены на 80%. На следующей неделе планируется установка светильников, подсветки струй, светодиодной ленты по периметру фонтана и укладка мозаики на дно чаши. Рисунок не изменится, а сама плитка будет прочнее. Прежней обещает прослужить около 50 лет. Уже проведена промывка системы подачи и отхода воды. Новое оборудование будет создавать динамическую световую и водную картину. Также завершился демонтаж фонтана «Красное знамя» на улице Красноармейской. Здесь заменят бетонную чашу, гранитную облицовку. Подрядчик обещает сохранить историческую форму фонтана и добавить количество струй. Ход работ контролируют общественники. Привести в порядок оба водных источника обещают в конце октября. Ремонт фонтанов – это часть комплексного ремонта улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Продолжается возведение пристроя к зданию медико-технического лицея. На это из городского бюджета направили больше 40 миллионов рублей. В пристрой разместится спортивный зал, душевые, помещение для снарядов, тренерская и 4 учебные аудитории. Ведутся подготовительные работы. Строители демонтировали оконные конструкции, закрыли проемы, расчистили площадку. Уже завозят строительные материалы. Пристрой будет состоять из трех этажей. Новое здание будет примыкать к лицею с задней стороны. Общая площадь нового строения составит больше 700 квадратных метров. К чемпионату мира по футболу в Самарских улицах появится спортивная символика. Так, на улицах начали устанавливать 44 топиарные фигуры – футболисты, мячи, бутсы и матрешки. В основе конструкции – металлическая арматура. Она помещается в основание, а сверху покрывается искусственным газоном. Покрытие устойчиво к влаге и к перепадам температур. Сами фигуры при необходимости можно быстро разобрать и починить, а также поставить на улицах на следующий год. Еще три двора оборудовали системой видеонаблюдения. На улицах Енисейской, Строители и проспекте Металлургов. Такую награду получили участники программы «Чистый город». Они активно наводили порядок весной на субботниках и поддерживают чистоту сейчас. А также сажают цветы и деревья, сами следят за порядком в своих дворах. Профессиональные камеры будут подключены к системе «Безопасный город». Сигнал будет поступать в полицию. В режиме онлайн будут фиксироваться любые нарушения. Всего в этом году системы видеонаблюдения установят в 27 дворах. Фасады и кровли 250 многоквартирных домов приведут в порядок к Чемпионату мира по футболу. На этой неделе общественная комиссия приняла дом на Московском шоссе. Кроме покраски фасада, здесь отремонтировали кровлю, поменяли инженерные коммуникации и установили погодозависимую автоматику, чтобы регулировать степень нагрева в отопительной системе. Это сэкономит и ресурсы, и деньги самих жильцов. На улице Дебенко идет обустройство газона в ходе комплексного ремонта дороги. Здесь увеличили площадь тротуаров, теперь они идут по двум сторонам улицы. Обустроена ливневая канализация, установлены новые световые опоры. На участке от улицы Советской Армии до Авроры установили два остановочных павильона. В скором времени здесь пустят автобус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова